Всем привет, друзья! Доброго времени суток! С вами опять канал Фан Великан. И сегодня я хотел показать вам две винтовки. Причем сразу хочу заметить, что я не буду пытаться их сравнить, потому что, как правило, если начинаешь что-то сравнивать, то сразу же в комментариях начинается битва, кто-то любит одно оружие, кто-то другое, и начинается вот этот балаган насчет того, что вот это одно лучше, а другое хуже, или наоборот. Ребята, у меня нет цели абсолютно никакой их между собой сравнивать. Я просто хочу вам их показать рядом, потому что служили они в одно и то же время примерно. Ну, понятно, что не совсем, но типа. А показать я вам хочу сегодня винтовку М1 Гарант и также нашу любимую трехлинейку Мосина. Давайте глянем. Итак, вот они, эти винтовки. Вот эта Мосинка. Кто не знает, может быть, или не видел никогда. И здесь же винтовка М1 Гарант. Так они выглядят. А что я хотел сделать? Я хотел сегодня пострелять интересными боеприпасами. Дело в том, что, ну, во-первых, что у меня здесь есть, давайте покажу. И это мы уже пробовали с вами. Это Armor Piercing, то есть это бронебойные патроны для Гаранда. Старые какие-то военных времен, сорок какого-то года. Так. Далее. Для винтовки Мосина у меня есть современные патроны, сделанные в Сербии. Также у меня есть вот такие патроны для Мосинки. Сейчас покажу поближе. Обратите внимание на цвет пули. Это должны быть трассирующие. Попробуем, не знаю. Дальше у меня обычные патроны для Гаранда здесь. И, ребята, я все-таки купил еще один патрон бронебойно-зажигательный для винтовки Мосина. Потому что в прошлый раз, когда мы стреляли, я им плохо попал, к сожалению. Ну, вот, будем надеяться, что сегодня попаду. Как я уже тогда говорил, этот патрон один стоит 20 долларов. Ну, а во что будем стрелять? Ну, что сказать. Я его таки опять припер. Этот наш многострадальный рельс, в который мы уже стреляли, и много из чего. И чем-то мы его проломили конкретно, как раз вот этим бронебойным патроном из Гаранда. А остальное все не сработало. Ну, вот, я прочитал это все, все ваши отзывы. И усек что-то для себя. Поэтому я намереваюсь, как многие мне сказали, давай поставим рельс вертикально. Вот поставлю я его вот этой стороной. Как видите, здесь сейчас вот одно только это пробитие от Гаранда. Так вот поставлю, и буду стрелять пытаться куда-то сюда. Давайте пробовать. Предлагаю начать с трехлинейки. Не в рельс вначале, а просто вон куда-то я туда выстрелю этим патроном, который должен быть вроде как трассирующий. Давайте глянем. Наушники, очки, перчатки. Патрон. Ну, вон туда куда-нибудь на 100 метров я попробовал выстрелить. Сейчас, друзья, подложу еще. Так, лучше. Трассира не увидел, честно сказать. Давайте еще один. И давайте не на 100, а туда, на 200 с чем-то. Может, там будет виднее. Мне не было видно. Или меня обманули с патроном, что тоже бывает. Ну, что ж, хорошо, ладно. Давайте все-таки вернемся к нашему рельсу. И сейчас я вот что сделаю. Я его возьму. И отнесу вон туда на рубеж. Как видите, здесь только одно пробитие. Видно, нет? Надеюсь, что видно. Вот он, ребята, этот рельс. На расстоянии, ну, сколько? Вот я вам сейчас поверну, покажу. Ну, где-то 20 метров. 15, может быть, даже. Вот он. Так. Видно? Надеюсь. Не будет больше вопросов насчет того, что я его сверлил. Так вот, первый выстрел обычным патроном из Мосинки. Не бронебойным. Так. Вот у нас попадание. Обычный патрон. Как видите, оно пробило, конечно, немножечко. Рельс этот выковырило. Но с другой стороны, вот сюда это прилетело. Ничего особенного. Давайте теперь следующий. Это будет у нас патрон из Мосинки, но бронебойный. И я постараюсь, я попробую попасть куда-то либо сюда, либо вниз. То есть сейчас я реально целился куда-то вот сюда, самый низ этого рельса и попал сюда. То есть, ну, не знаю, может быть, попробовать вот сюда куда-нибудь в надежде, что прилетит вот сюда. Давайте испытаем патрон за 20 долларов. Вот он, ребята, этот патрон. Бронебойно-зжигательный. Стреляем. Так, куда я сказал? Вон туда. Не вышло с первого раза. Со второго. Да что ж такое. С третьего. Ну вот, ребята, что сказать. Ничего не вышло. Вот этот патрон. Так у меня не получилось его использовать. Ну, что есть, то есть. Прошу прощения. Давайте пробовать Гаран тогда. Что ж поделать. Из Гаранда давайте я уж сразу тогда вот этими бронебойными. Так они выглядят. Готово. Ну, давайте посмотрим. В прошлый раз пробило запросто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот, ребята, очередной раз показываю. Вот, для тех, кто не верил, что Гарант рельс пробивает. Вот и вот. Видно? Надеюсь, что видно. У нас сквозь бронебойный патрон. Бронебойная пуля. Без проблем. Кто-то мне будет говорить, что это просверлено или что еще. Я надеюсь, сейчас я все эти домыслы вам указал. Очень жалко, что не получилось бронебойным из трех линейки. Но, ребята, я исправлюсь. Я найду его еще раз. И я его куплю. И я вам покажу тоже. Всем еще раз привет. И, как вчера, я съездил на стрельбище. И, к сожалению, вот этим патроном бронебойно-сжигательным у меня выстрелить в рельс не получилось. То есть, как видите, капсуль наколот. И я его тыркал там много раз без всякого результата. Ну, как говорится, орешек знаний тверд. Но все же, да, мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет в киножурнал. Хочу все знать. Давайте мы эту ситуацию исправим. Что я хочу сделать? Я хочу из этого патрона выколотить пулю. И дальше взять гильзу. Ну, то есть, отсюда тоже выколотю пулю. И дальше возьму вот эту гильзу. И туда эту пулю снаряжу. Должен сказать сразу, что у меня нет матриц для зарядки 7,62х54. Но я надеюсь, что, может быть, для усадки пули подойдет матрица для калибра... Какой у меня? Господи. 30,06. Вот. Но это тоже 7,62. Но, правда, другое там длина гильзы. Ну, посмотрим. Короче, для начала давайте выколотим хотя бы. И я тут с ребятами посоветовался. Они мне сказали, что, скорее всего, что навеска пороха для стрельбы пули вот именно такой, бронебойно-зажигательной, она, наверное, другая. Ну, поглядим. Давайте. Все, готово. Вылезла. Вон пуля. Ну и видно порох. То есть инерционный молоток сработал. Слава богу. Вот. Гильза. И ее я использовать не буду больше. То есть это в мусор. Так, теперь возьмем плошку какую-нибудь, куда высыпем, соответственно, порох и пулю эту. Сейчас что-нибудь найду. Ну вот, друзья, упер у жены какую-то такую штучку и сюда на это дело высыплю. Так. Вот наша пуля. Слушайте, здоровая какая. Удивительно. Я сейчас вытащу пулю из обычного патрона, просто чтобы сравнить. Она здоровенная. Я даже не ожидал. Ну хорошо. Так, порох отставляю в сторону. И тот же самый процесс, но это уже вот эти сербские патроны современные. Вот буквально за один удар и все высыпалось. Так. Это наша гильза. Это то, что нам понадобится. Еще что ли воровать миску? Сейчас. Давайте я на салфетку что ли высыплю. Ай. Ну вот, сравните пули. То есть, это обычная цельнометаллическая оболочка. А вот это, это бронебойно-зажигательная. Видите разницу? То есть, бронебойно-зажигательная из-за того, что у нее там всякие составы внутри, она намного длиннее. Интересно, я не знал. Так. И теперь нужно снаряжать. Опять-таки вопрос встает. Чем снаряжать? Как видите, вот этот порох, это то, что я высыпал из оригинальной этой гильзы. А вот этот здесь порох, это то, что я высыпал из современной. По виду они похожи. В общем. Вы знаете, я на всякий случай не буду рисковать. И я не буду старый порох использовать. Давайте я все-таки обратно в эту гильзу современную засыплю современный же порох, чтобы уменьшить шанс того, что в порохе проблема, а не в капсуле. Так. И дальше сюда попробую вот эту пулю здоровенную бронебойно-зажигательную усадить. Не знаю, получится или нет, как я сказал, у меня матриц нет. Ну что, давайте пробовать кустарное производство. У меня причем гильза сюда не встает ровно. Давайте попробуем, что ли, какие-то другие матрицы. Я даже не знаю. То есть, вот смотрите, это устройство для того, чтобы 3006 снарядить. Ну вот, видите, оно сюда не влезает совершенно. Так что, у меня идея сейчас это взять 45-й. Нет, наверное, тоже не пойдет. Сейчас, ребята, секунду. Как насчет 500-го? Может быть, сюда влезет. То есть, это матрица для 500-го Smith & Wesson Magnum. И я надеюсь, что, может быть, как-нибудь наш патрон гильза вот сюда влезет. Влезет. О, кстати, нормально. Итак, матрица 500-го Magnum. Вставляем сюда патрон. И, ну, я не знаю, будем пробовать. Вот пуля. Ой, страшно. Работает. На самом деле, я думаю, что нужно еще чуть-чуть поглубже. Так что, я сейчас эту матрицу подкручу. Как я уже сказал, эта матрица конкретно 3006. сейчас немного разберемся. Ну, вот так. С шутками-прибаутками называется. И вот так я пулю осадил. Ну, ребят, я не знаю, мне кажется, нормально вроде бы. Более-менее ровно. Не знаю, я надеюсь, что я этот патрон реанимировал. Ну, погнали. Сейчас бахнем еще раз, если получится, из трех линейки вот этим, этой пулей бронебойно-зажигательной. По тому же самому рельсу. Несчастному. Ну, что же, друзья. Я сегодня собрал-таки этот патрон. на базе патрона ППЮ сербского и запихнул сюда вот эту пулю бронебойно-зажигательную. Так что продолжим эксперимент. Вот наш рельс. И давайте пробовать. Один патрон, один выстрел. Как будет, так и будет. Перчатки. Все, вроде бы. техника безопасности вся соблюдена. То есть, я в очках, наушниках, все дела. Пробуем. Так вот, ребята, чтобы не было никаких проблем потом. Раз, два, три, и это четвертое, старое, и с другой стороны было пробито. Ну что ж, друзья, как видели, камера у меня, к сожалению, была убита метким выстрелом. Тем не менее, хотел показать вам результат. То есть, раз, два, три, четыре. Это старые. Плюс еще вот это. Это от бронебойного патрона винтовки Мосина. Вот, поближе покажу. Как видите, почти, почти она пробила. То есть, вот я возьму на сколько. Вот на столько. Так. Это ну, ребят, практически, практически насквозь. Но все-таки пробития нет. Опять-таки, друзья, я ни в коем случае не хочу сказать, что какая-то винтовка или какой-то патрон лучше, чем другой. Безусловно, нет. Просто всегда с этим рельсом это всегда вечная история, и все спорят, и вот мне захотелось свою лепту в этот спор внести. И дальше, как хотите, так этот результат и рассматривайте. Вот такие дела. Но на этом у меня сегодня все. Пойду на Амазон покупать камеру новую. Всем счастливо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok